Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях, а не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Ну что, друзья, заканчивается у нас декабрь, заканчивается у нас календарный год и заканчивается год торговый. Он был сложный, особенно конец года, разумеется, огорчает. Так вот, друзья, скоро 22-й. Чего ждать от него? Все мы, как правило, в наступлении нового года ждем каких-то чудес, ждем какого-то волшебства. Давайте сегодня подумаем, что же будет на бирже в следующем году, какие ожидания могут быть, какие страхи, волнения. Ну, в общем, основные темы 22-го года для инвестора. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное. Погнали. Друзья, поможет мне в этом деле Bloomberg. Они назвали главные темы фондового рынка на следующий год. Среди факторов, на которые обратило внимание агентство. Инфляция, декарбонизация, пандемия Китая и прочее. Однако издание предупреждает, что их влияние будет неоднозначным. Ну и давайте кратко, тезисно пробежимся по каждому из этих факторов, чтобы все-таки лучше ориентироваться в предстоящих торговых реалиях. Ну и в этой связи правильно распределять свои инвестиционные портфели, правильно распределять инструменты, классы активов. Ну и, собственно, не переоценить свои возможности, чтобы не получить разочарования. К сожалению, друзья, очередной год мы начинаем с разговора про коронавирус. И понятно, что COVID-19 очень сильно сейчас влияет на экономику, и фондовые рынки очень подвержены любым новостям, касающимся COVID-19. К сожалению, в декабре мир столкнулся, ну даже в конце ноября, в начале декабря столкнулся с новым штаммом коронавируса, который вновь очень серьезно усугубил ситуацию. Если до сего момента казалось, что мы вроде как справляемся, что вакцинация худо-бедно по планете продвигается в каких-то странах быстрее, в каких-то медленнее. В России, в общем-то, темпы тоже подросли. И тут, на тебе, друзья, прямо под конец года случилась вот эта большая, очень большая беда, и теперь все в недоумении. Что будет дальше, будут ли работать действующие вакцины, либо не будут работать. Естественно, рынки отреагировали на это очень негативно. И понятное дело, что впереди нас ждет, опять же, неизвестность. Так вот, динамика фондовых индексов будет зависеть от коронавируса вне зависимости от новых штаммов и силы их воздействия на человека. Так считают Bloomberg, если ковид продолжит бушевать, ограничения, направленные на изоляцию заразившихся, превратятся в более устойчивое препятствие для роста. Приводит Bloomberg слова глобального директора по инвестициям в акции Fidelity International Романа Бошера. Но, друзья, смотрите, какая важная мысль. Даже, даже если предположить, что коронавирус мы побеждаем, что вирус пропадает, ну или, во всяком случае, превращается в такой сезонный грипп, о чем говорят многие вирусологи, что именно таков, в общем-то, скорее всего, и будет конец этой эпидемии, пандемии, уж не знаю, как ее правильно называть. Скорее всего, это заболевание с нами останется, но не будет смертоносным. И человечество будет жить с ковидом дальше, просто регулярно вакцинируясь от него и, ну, ревакцинируясь, соответственно. Так вот, друзья, вроде бы новость хорошая, да, так если задуматься. Скорее всего, это должно вселять в нас оптимизм. Но, если подумать, то что давало, в основном, стимулы экономического роста в период ковида? Когда ковид только возник, потом, когда мы сели на локдаун и когда мы начали очень резко восстанавливаться. Конечно, меры экономического стимулирования. Соответственно, они продолжаются ровно до тех пор, пока ковид представляет угрозу. Как только эту угрозу он представлять перестанет, естественно, у правительств пропадут причины для фискального и денежно-кредитного стимулирования. А это, друзья, были основные драйверы рынка как раз в текущем 2021 году. То есть, смотрите, вариант номер один. Ковид у нас остается и продолжает нам угрожать, соответственно, тормозить экономический рост. При этом правительство начинает больше денег направлять на рынок. Кто-то их печатает, кто-то их там не печатает. Тем не менее, управление ключевыми ставками и так далее. То есть, такой негативный медицинский сценарий, при котором все равно рынки, грубо говоря, очень сильно зависимы от этой медицинской ковидной тематики. И второй момент. Ковид мы побеждаем. Признают, что новый штамм не смертелен, что все в порядке. И так или иначе, к середине следующего года тотальная вакцинация практически завершается. То есть, можно же такое допустить. Так вот, в этом случае, друзья, неизбежно, соответственно, правительство все это начнет сворачивать. Мы видим, что это происходит уже в нашей стране. То есть, у нас поднимается ключевая ставка уже некоторое время подряд. И после того, как инфляция будет взята под контроль, ставка вновь опять пойдет вниз. И в Америке сейчас с нулевых уровней ставка тоже будет, скорее всего, подниматься. Уже сворачивается программа мероподдержки. И все это на рынке тоже скажется негативным образом на рынках. Поэтому, друзья, как ни крути, а ковид все равно важнейший элемент, за которым мы просто вынуждены наблюдать. Если имеем хоть какое-то отношение к бирже, без этого, к сожалению, никак. Все мы с вами теперь немножко медики в той или иной степени. Второй, друзья, важнейший фактор, может быть даже более важный фактор, это инфляция. Если инфляционное давление снизится в ближайшие месяцы, вряд ли стоит ждать ралли. Так пишет Bloomberg. Так как такое развитие событий уже, к сожалению, заложено в цены. При сценарии, когда ценовое давление сохранится или даже усилится, ситуация может даже усложниться. Во-первых, акции перестанут защищать от инфляции. Так как, по словам главы отдела макроэкономики Флориана Йелпо, устойчивый рост цен выше 4% ведет к снижению прибыли и котировок акций. Ну и также высокая инфляция вынудит центральные банки ужесточить денежно-кредитную политику. Это означает рост стоимости заимствений для стран с крупной задолженностью, таких как, например, Италия. И истощение рыночной ликвидности, это как раз повышение ставок. Россия уже в этом цикле давно находится. Америка пока что еще держалась, и пока ставки они не поднимали. Но это тоже случится, друзья, и случится уже скоро. Неизбежно в 2022 году американские ставки тоже уйдут от нулевых отметок. Третья, друзья, важнейшая тема, которую отмечает Bloomberg, это переход климатической нейтральности или декарбонизация. Это одна из причин того, что инфляция может остаться высокой. Bloomberg объясняет это тем, что более высокие цены на углероты, экологические налоги увеличивают производственные затраты для промышленных предприятий, а недостаточные инвестиции в добычу ископаемого топлива способствуют резкому скачку цен на энергию. В свою очередь это может замедлить экономический рост и негативно отразиться на производстве. С другой стороны, декарбонизация создает беспрецедентные инвестиционные возможности. Но, разумеется, друзья, не для всех, а лишь для тех компаний, которые как раз производят продукцию, являющуюся альтернативой для классических источников энергии. Ну, скажем, Тесла, акции которой с начала прошлого года выросли более чем на тысячу процентов. Это, друзья, как раз вот такой вот главный, один из главных бенефициаров вообще триумфального шествия электромобилей по нашей планете. Следующая тема, друзья, следующий тезис – это так называемая метавселенная. Вы заметили, что в этом году очень многие компании стали употреблять этот термин применительно к своему бизнесу. Курс на создание метавселенных, то есть цифровых миров, где пользователи могут общаться, играть в игры, вести бизнес, позитивен для многих компаний от социальных сетей до игровых платформ. Производитель микросхем NVIDIA и видеоигр Roblox – всего лишь два премьера акций, которые резко выросли после переименования Facebook в MetaPlatforms, отметил Bloomberg и добавил, что хотя тенденция к уходу в цифровой мир была основной чертой эпохи пандемии, когда люди были вынуждены сидеть дома, по ее окончании, тем не менее, это все сохранится и, может быть, даже активно будет развиваться. Очень, друзья, важная и очень болезненная для многих тема. Я даже сужу по многим своим зрителям, кто обращается ко мне за какой-то помощью, за консультацией. Кстати, друзья, можете писать мне в Telegram, если есть какие-то вопросы. Позанимаемся с вами, может быть, какие-то полезные дельные советы я вам дам, в том числе по вашим портфелям, если у вас что-то не получается. Так вот, многие просто пострадали, иначе не скажешь, от инвестиций в Китай в этом году. Многие, в том числе интернет-ресурсы, советовали активно заходить, набирать Китай. Да, потенциал, безусловно, бешеный, друзья. Безусловно, китайская экономика с кучей этих маленьких ребят, которые упорно трудятся, не знают устали. Да, она рано или поздно задаст всем жару. Но проблема в том, что она плановая, она не рыночная. И там непонятные совершенно действуют законы. То есть, в принципе, правительство там в состоянии придушить абсолютно любой бизнес. И здесь не работают, ну, грубо говоря, на мой взгляд, не совсем качественно и правильно работают мультипликаторы. То есть, непонятно, есть ли потенциал у конкретной компании, если любой ее потенциал может быть, грубо говоря, элементарно перекрыт действиями китайских властей. Из-за этого многие российские, даже наши инвесторы, не зная брода, собственно, залезли в этот Китай. Причем залезли очень плотно. Я вот много видел портфелей. Люди накупали Китай там на 70-80% своего портфеля, веря, что вот сейчас случится этот волшебный миг озолочения. К сожалению, ничего не произошло. Китай по-прежнему в кризисе. И очень большая загадка, когда он из него выберется и выберется ли вообще. Поэтому, друзья, не лезьте в экзотику. Зарабатывайте простым способом. Не надо, как Чак Норрис, там поражать всех противников ударом ноги с разворота. Друзья, бейте между ног и убегайте. Вот простой способ. Не надо на рынке изобретать велосипед. Максимально простая и эффективная стратегия позволит вам не терять. Особенно вот в таких сомнительных ситуациях. Поэтому, друзья, Китай действительно интересен. Китай хорош. Но не надо заходить в него на все свои деньги, друзья. Вы их таким трудом зарабатывали. Поэтому не слушайте людей, кто говорит вам, что вот это золотая жила. Сейчас вложишь, там через месяц 100% получишь. Но не бывает так в жизни, друзья. И на фондовом рынке так тоже не бывает. Так вот, в этом году Пекин принял решительные меры по ограничению прибыли технологических гигантов и обучающих фирм. А также ввел ограничения на кредитование девелоперов, чтобы снизить свою зависимость от этого сектора. В то же время из-за резкого роста цен предприятиям стало сложнее поддерживать темпы роста прибыли. Из-за того, что китайский ЦБ не прибегал к сильному смягчению политики. В стране замедлился экономический рост. На этом фоне случилась катастрофа. Индекс MSCI China обвалился почти до минимальных уровней с 2006 года, друзья. То есть на 15 лет назад они откатились. А гонконгский индекс высокотехнологических компаний HensengTech достиг минимума с момента его запуска в июле прошлого года. Тем не менее, эксперты оптимистичны в отношении акций китайских компаний и в инвестиционной компании BlackRock полагают, что пик ужесточения регулирования в Китае уже пройден. Кроме того, власти Китая принимают больше мер по стимулированию экономики, которые начнут влиять на нее в 2022 году. Опять, друзья, видите, опять позитив, опять оптимизм. Но я все-таки вас призываю, не переоценивайте китайский рынок. Если готовы держать в нем деньги на случай какого-то возможного прорыва и возможного ралли, то хотя бы держите там не все свои деньги, желательно меньшую часть. Зарабатывайте на том, на чем можно зарабатывать более понятно и более безопасно. Что касается Goldman Sachs, они видят хорошие инвестиционные возможности в фокусе Китая на возобновляемые источники энергии. Они отмечают, что ужесточение регулирования уже заложено в цены на рынке и ожидают роста прибыли и оценок китайских корпораций. Ждем. Ну и, друзья, закончу я важной мыслью. Все, что выше было перечислено. И, собственно, понимание этих факторов еще не дает вам никаких гарантий доходности на фондовом рынке, поскольку потенциально как черные, то есть плохие события, так и белые. То есть хорошие события лебеди таятся везде, повсюду, от промежуточных выборов в США до президентских выборов во Франции, от напряженности на Тайване до полномасштабного кризиса в экономике Турции. Ну и я бы еще добавил здесь внутренние, внешние политические моменты в России, коль скоро мы с вами много и активно инвестируем в российские бумаги. Все это, друзья, тоже необходимо учитывать. И по факту однозначно в ответы на вопрос, каким будет 2022 год, сейчас не даст абсолютно никто. А тот, кто утверждает, что он сможет это сделать, ну, скорее всего, шарлатан. Надеемся на лучшее, друзья. Вот чем я хотел бы закончить это видео. В любом случае, если действовать с холодной головой, если понимать, что ты делаешь, для чего ты делаешь, если видеть свою цель, ну и не делать каких-то слишком, не строить слишком высоких завышенных ожиданий от фондового рынка, то я вас уверяю, потихонечку полигонечку, но дорогу осилит все-таки идущий. Я сам двигаюсь к этому и вам того же желаю. Спасибо огромное за внимание. Будем надеяться, 22-й год будет успешнее, чем год 21-й. Ну, хотя, откровенно, и 21-й тоже был неплохо. Все, друзья, лайк за видео, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Пока-пока.